Захарова тут порадовала, давненько мадам добрым словом не поминали. Так вот, Захарова назвала сатанизмом решение Всеукраинского Совета Церквей в отношении Украинской Православной Церкви. Речь идет о попытках запретить в соседнем государстве деятельность УПЦ за ее связи с Россией. По-нашему нежелательной организации хотят признать, ну, если кому-то так понятнее. Вся эта история, впрочем, тянется с октября 23-го, и вот ее, значит, опять из пыльного сундука вытащили. Ну, а как без Захаровой-то? Куда ж без нее? Правда, они там еще ничего не решили в Раде, всего лишь законопроект лежит, правки в него вносятся. Но тетя Маня, видимо, подумала сыграть на опережение. По принципу лучше перебдеть, чем недобдеть, хотя какое ее дело вообще пропиариться разве что? Я одного понять не могу. У нас Захарова, она кто? Официальный представитель МИДа или эксперт по религиям, а заодно сектовед, экзорцист и бла-бла-бла. Ладно, это все лирика сказать, потому что хотел не об этом. Я знаете, что предлагаю в данной связи? Ну, давайте уже должность для мадам какую-то специальную придумаем на государственном уровне, и чтобы, понятно всем, а-ля затычка в каждой бочке, как вариант. Она ведь все равно комментирует все подряд, не только по линии своего ведомства. Захарова и по линии силовиков вопросы комментирует, и по выборам высказывается, и по экономике, и по мироустройству даже теперь вот еще и в дела небесной канцелярии полезла. Пусть у этой тетки будет официальная должность, хотя бы для того, чтобы можно было на нее ссылаться, как сообщила, в каждой бочке затычка Захарова, и люди уже понимать будут, мол, где эта официальная позиция такая. Для солидности можно присвоить Марии Владимировне какое-нибудь звание громкое, типа профессора около всяческих наук, ну, чтоб хоть Министерство иностранных дел не позорило, блин. Это реальная журналистика. Едем-едем в соседнее село на дискотеку. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! А вообще, конечно, хреново, когда люди занимаются не своим делом. Вот, например, еще одна такая же, вроде Захаровой, знакомьтесь, депутат Государственной Думы Бутская, или Бутская, я не знаю как правильно, которая несколько лет к ряду делает вид, будь то ратует. За традиционные семейные ценности, ну, у нас же тренд теперь такой, постоянно предлагает какую-то дичь. В этот раз, впрочем, популяторша превзошла сама себя и предложила создать, внимание, для одиноких людей максимально отвратительные условия жизни с финансовой стороны, со стороны социальной и общественной. Для начала предлагаю послушать данную феерию. Это правда бомба. Семейному человеку должно быть по жизни более выгодно, чем быть семейным. Ну, не знаю, начиная с того, что, например, если сейчас молодой парень пойдет брать ипотеку, решит, что он хочет сначала пожить для себя, получить преобразование, под сколько процентов он ипотеку получит? Под 20. А если тот же самый парень сделает предложение девушке, в которую он влюблен уже полгода, в них родятся дети, то ипотеку уже будет под 6%. Сколько? Сразу оговорюсь, если бы мы сидели за школьными партами, я бы крикнул «Садись, два!» объясню. Ну, что она несет? Какие 6% по ипотеке, если у нас ключевая ставка ЦБ уже 18? Эксперты полагают, что до конца года данный показатель может вырасти до 19, а то и до 20. Кто при таких раскладах захочет держать процент даже по семейной ипотеке, но в 6? Ни одному банку это не выгодно. Они и так уже делают все, дабы по такой цене кредит было взять невозможно. Увеличивают размер первоначального взноса, ужесточают требования к заемщикам и так далее. Впрочем, откуда Буцкой все это знает? Она ведь, как и многие популисты из Думы, живет исключительно по отчетам бумажкам. А тут же вот написано, ага. На заборе тоже много чего написано, вот только очередь у того забора никто не занимает. Решит, что он хочет сначала пожить для себя, получить преобразование. А вот этот измышлезм мадам и вообще в ступор загнал. Простите, я, наверное, что-то пропустил. В какой момент в нашей стране скрепой стало быть неучим, это хорошо. Во всем цивилизованном мире желание молодых людей к получению образования, тем более двух-трех, не просто приветствуется на государственном уровне, такие люди получают повсеместную поддержку. Их в пример ставят, да что там мир, и у нас ведь то же самое было совсем недавно. Учение свет, не учение тьма, русская народная пословица, пожалуйста. Не стыдно не знать, стыдно не учиться оттуда же, или... Ленин, это вообще классика. Онной частью идеологии огромного государства являлась. В путинской России, в России, где по какому-то недоразумению власти оказались будские, людей на образование нацеленных душить предлагают открытым текстом. Скоро, видимо, вы на агенты записывать начнут. Ладно, дальше едем. Давненько не трепали недоброе имя одного из главных деноцификаторов. Великое и могучее деноцификаторов, в кавычках, разумеется, да. Я про упырька Соловьева сейчас, а у чувака, похоже, башню снесло окончательно. Хотя, чему я удивляюсь? Короче, оно тут на медне в эфире «Россия-1» до такого договорилась, важно. Ребят, это случилось не в интернете. И даже не на занюханном Соловьев-лайв. То, что вы услышите дальше, прозвучало по телевизору. Средь бела дня, на общественном, общедоступном канале, который, к слову, не только у нас в стране транслируется. Ну да не стану тянуть кота за хвост. Сами смотрите и слушайте. Можно делать так, чтобы целью был континент. Просто, чтобы возможности боевые были такие, что один континент... Минус. А еще... Мексиканцы-то сделали. Владимир Рудольфович, а для этого... Они пока не сделали. А для этого хорошо бы, так сказать, такую бомбу, там, не 10 мегатон, а так мегатон тысячу, вот так, чтобы уж так... Чтобы ось земли сместилась. Просто хочу напомнить, что континент Северная Америка, который, вероятно, и имели в виду хупырек сотоварищей, в смысле, гость его, Тонова. Так вот, континент Северная Америка, это на минуточку, 23 независимых государства. Почти 600 миллионов человек населения, которые никому из нас ничего плохого не сделали. А шайка каких-то отморозков, простите за слово, каких-то, позволяет себе отпускать подобного рода шуточки, да еще в эфире главного информационного телеканала нашей страны. Слушайте, мы куда, блин, катимся? Нас совсем оскотинить хотят в животных населения России и кто-то превратить решил? Это как вообще возможно? Что эти мерзавцы себе позволяют, причем для тех, кто на бронепоезде еще раз? Они не дома на кухне сидели, негодяи в эфире государственного телеканала «Россия» такие вот уродские шуточки отпускают. Интересно, хоть кто-то поставит уже этого аморального типа на место хоть когда-нибудь? Ну, ни в какие ворота ведь, а? Можешь, я делал так, чтобы целью был континент. Возможно, все боевые были такие, что один континент минус. А впрочем, о чем это я? Соловьева на место. Понятно же, что страдающий бешенством Бобик не сам по себе голос подает. Что хозяин велел, то и мерит. Хотя... Ну и чтобы давить вас окончательно, Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Согласно указу, сторонники вот этих вот самых ценностей из числа Басурман имеют теперь право обратиться за разрешением на временное проживание в нашей стране без учета утвержденной правительством льготы. Без сдачи экзамена на знание языка и истории России. Ну, в общем, захотел завтра какой-нибудь косовский албанец приехать пообжиматься с русскими березками, а заодно попытаться пустить корни. В России матушке велкам! Главное, убедительно насвистеть нашим чинушам, будто там ему навязывают деструктивные неолиберальные установки. Дальше продолжайте или сами догадайтесь, чем оно и может закончиться. Особенно с учетом коррумпированности в рядах тех же сотрудников миграционной службы. Все чудеса те чудеса те. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой в хорошем настроении. Ладно, переваривайте услышанное. Продолжим уже в следующем выпуске. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты приветствуют. Солное помогает в продвижениях. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте, с темы предлагайте, поднимем, обсудим. Пока-пока!